так друзья всем привет как вы догадались из названия видео мы находимся сейчас не в россии мы находимся во вьетнаме да сегодня речь пойдет это понятно то что у нас автомобильный канал автомобильная тематика естественно это будет естественно это будут автомобили и посмотрим на чем на чем у нас ездят вьетнамцы то есть понятно то что они ездят на автомобилях но основное средство передвижения у них это байки здесь очень-очень много байков без очков находиться здесь невозможно здесь очень жарко сейчас зима зимой температура доходит там до 30 там 2 33 градусов летом температура доходит до 30 там 8 40 градусов без кепки к сожалению тоже здесь здесь находиться просто невозможно зимой чем плюс чем плюс то что вот ветер можете посмотреть на улице ветер если бы не было ветра я не знаю и зиму попадаешь в лето это но это было бы это было бы просто просто жесть жесть и так значит по по автомобилям как таких салонов здесь нету да они есть но они находятся в пригороде где-то за городом туда мы не поедем и проезжали мы все это видели но с ними очень проблематично о чем-то договориться потому что ну по-русски они не понимают это сделано под европу короче говоря здесь вьетнамский здесь английский язык мы вкратце расскажу немного что это за страна до чем они питаются что продается вообще ну что смогу то расскажу друзья ну и прежде как без подарков давайте разыграем кинь подарочки сейчас пойдем очки можно снять солнце поменьше вот но что тут из подарков как такого шопинга здесь нету там audi и видеотехники тоже здесь нету здесь везут все магнитики магнитики да больше ничего не везут сколько стоит магнитик сколько стоит 50 по 30 покупали у тебя свой под 30 ты не понимаешь да я не работает давай вот так давай два вот так два не давай вот так вот хотя бы 42 давай давай сейчас я выберу киутинам есть так на те 20 но те 20 не давай вот так вот так на вот так вот так нас то это я уже путаешь еще 10 тебе надо да еще 10 вот так 10 сейчас и можно выберу какие здесь есть такие такие давай возьмем вот это вот давай возьмем вот они пакетик не надо не надо не надо не надо но не надо ну спасибо пакетик еще дали так ребят смотрите сейчас выйдем отсюда говорю пакет не надо на место давай свой пакет пулить тяжеленькие они какие-то сейчас так смотрите магнитики сколько у нас будет победители раз два три 4 5 6 6 умножить на 2 будет 12 победителей так чтобы принять участие в нашем розыгрыше напоминаю вы должны быть подписаны на наш канал именно подписаны вы должны оставить один комментарий где указать свой город свой город и последние четыре цифры своего номера телефона ребят и подписка у вас должна быть открыта еще раз повторяю последние четыре цифры своего номера телефона городе вы проживаете и подписка на наш канал у вас должна быть открыта тогда получите вот один из 12 магнитиков понятно то что многие во вьетнам едут именно на курорт именно вот покупаться вот этот центральный их не пляж центральный пляж протяженностью он по моему в районе 8 километров это называемая первая линия вот эти вот все большие здания это все отели все гостиницы называется это первая линия это европейский квартал европейский квартал здесь сделано все европы естественно цена здесь цена здесь намного дороже входишь за 8 на вторую линию на третью линию на четвертую линию 4 линия сейчас продолжает продолжая застраиваться там ценник немного подешевле и именно там пытаются едит нам простой вьетнамец который живет да он не пойдет на первую линию питаться там cómo он 3 star bass но не все называются все называются рестораны по ценам я тоже подскажу все зонтики все лежаки на пляже платный аренды аренда 2 лежаков 2 лежаков и 1 зонтика стоит 100 тысяч донгов за эталон давайте возьмем с вами 100 тысяч донгов 100 тысяч донгов 100 тысяч донгов это у нас получается ну грубо говоря все привыкли нажать на 3 это получается где-то где-то 270 рублей далее что касается байков вот кстати байки добавить и они просто так не бросают на пляже то есть нельзя вот так приехала и где-то оставить байк потому что его могут грубо говоря укатить угнать есть вот специальные парковочки для байков аренда байк нам сказали стоит где-то от 140 до и выше тысяч донгов это все это все за сутки все будет зависеть от состояния от состояния байки как байка когда я сюда ехал я специально сделать себе международные права я вычитал интернете почитал то что в принципе там какая-то международная конвенция короче говоря то что ездить можно когда мы сюда приехали нас сразу напугали во первых что касается автомобили сказали нет во вьетнаме вьетнаме этого делать нельзя хотя даже распечатал там кучу бумаг с бою ладно бог с ним я я все равно наверное ездить вы здесь не смог я чуть похоже покажу движение движения покажу днем покажу ночью движения что касается байков ну вроде как тоже нужны на байке права а вроде как не нужны нам сказали если вас остановят то смотря как вы договоритесь с полицейским смотря сколько вы ему дадите 200 300 400 где-то вот так но опять же если соблюдать правила хотя как здесь можно соблюдать правила я просто не понимаю вас принципе никто не остановит то есть что для них такое правило это каска будешь ты в каске для кто не остановит он просто пока идем до вам рассказываю немного посмотрите на их не движение далее основной вид транспорта да это байк что-то на нем перевозишь сколько человек на этом байке сидит полиции без разницы хоть хоть 10 человек усадить если у тебя это получится это допускается также катаются с ними не катаются ездят том числе и дети для детей сейчас если найду какой-нибудь байк специальная такая сидушка вот видите опять парковка парковка для байка вот еще одна парковка для байка вот допустим а нет это не аренда байка это сколько стоит стоянка получается час час 2000 донгов посмотрите бабушка хочет перейти дорогу пешеходный переход никто не остановится никто вообще не остановится я сейчас повезло просто как бы движение как бы сказать не особо такое сильная да когда мы сюда ехали туроператор нам сразу говорю что переходить дорогу поднимаете руку вверх они остаются ничего подобного не останавливаться на это они не реагируют потом уже когда немножко разобрались здесь местные нам подсказывают короче говоря что перейти дорогу нужно вот немного приподнять руку до сделать вот так тогда они видят мотоцикле автобусы машины им по барабану извиняюсь за выражение они вот как еду так и вот они тебя никогда в жизни не пропустят а мотоцикл мотоциклес туда мотоциклес у меня уже изыбленных это же заплетается не знаю что сказать байки они как бы как нам сказали они сами боятся и короче говоря они тебя объедут то стал ты допустим цепочку и пошел что касается автомобилей везде левый руль абсолютно везде не видел ни одного автомобиля на автомате все автомобили идут на коробку сейчас попытаемся зайти в этот торговый центр был я там по моему вчера вчера там на входе стояла три автомобиля новых попытаемся тоже узнать сколько не стоит пока вот просто для сравнения да с россия там еще с чем-нибудь во первых у них здесь до мусорки есть но мусорки практически никто ничего не кидает все все скидывают к бочине не знаю тротуар и так далее вы обратите внимание какая здесь чистота здесь ухожена но очень жарко я уже блин весь смог пока вот шо говорю не очки бы не кепка не ветер бы не знаю что было бы вот везде вот такого плана в парке но это на как вам сказать на первой линии да везде все аккуратно все пострижено все чистенько все ухоженно очень удобно допустим выходишь с пляжа да у тебя ноги в песке там практически через каждые 50 метров стоят краны с водой открыл ноги помыл то же самое при входе в отель перед входом в отель моешь ноги что песок не заносить как бы как бы к себе номер очень много отеля то есть вот это вот все дома да все дома то что идут по первой линии это практически все отеле вот это у них допустим это у них идет полиция кстати что касается полиции я вот не помню нам гид говорил и говорил по моему 40 на 60 идет распределение то есть 40 40 человек это у нас идет как они называются короче говоря форме ходят до 60 не 40 человек 40 процентов остальные 60 это не ходят в штатском они стоят дежурят на перекрестках то есть говорит вот идешь по перекрестку обрати просто внимание 1 2 2 3 день я вот начал обращать внимание я вижу постоянно одних и тех же вьетнам то есть они сидят курицы гретки играю там что-то смотрят в телефоне если что-то где-то случается они сразу на телефоне короче говоря полиция у них приезжает очень очень быстро в принципе как и в китае полицейский вот тоже выезжает виде полицейский едет на байк так ну что давайте попробуем перейти дорогу перейти дорогу вот пойду сейчас не грузовик не таксист он не остановится что поймать такси нету подумал что я остановлюсь мнение не ты высаживаешь что поймать такси просто слава богу нету никого чтоб поймать видите как мне повезло здесь а дорогу быстро перешел что поймать такси нужно просто поднять труп он подъедет моментально увидеть тебя я не знаю за трех поворотов по стоимости такси ну сейчас такси прокатимся покажу по стоимости там тоже цена разница от класса автомобиля либо маленький либо большой там новый старый и так далее так друзья вот как я говорил да в торговом центре стоит два автомобиля это это по моему у нас винфаст он белый перламутровый цвету на шикарных литых дисках он на новой летней резине повторители без ключевой доступ автомобиль это новый автомобиль давайте посмотрим название да винфаст люкс са два литра он идет другого но это идет как кроссовер давайте посмотрим что у нас внутри автомобиля разрешили нам открыть его можно открыть сэнки то есть ну как обычно начнем с герной карты да здесь ребят идет кожа вот здесь идет тоже кожа здесь идет пластик пластик идет мягкие сиденья идут кожаные с прошитой строчку сидушка идет электро регулировки передних сиденья ну это идет управление фарами туманкой полный мультируль на спидометре 260 тысяч здесь у нас идет тахометр просто нереально огромный японка уехали меня все японская мультимедиа система здесь и два подстаканника здесь у нас тоже все идет электронный электронный ручник здесь у нас идет бардачок не знаю как он открывается манитола просто супер просто огонь очень нравится ведь автомобиль он он реально пакетный то есть на одометре знаю где у него там показывается ничего нет давайте посмотрим второй ряд с двери открыли подсветочки не видел что хотелось бы сказать да довольно таки много места между задними пассажирами и передними пассажирами для удобства у нас идет прикуриватель идет две юсби зарядки туда идет такой как бы глубокий бардачок с этой стороны дверная карта у нас тоже идет вот это да это все таки кожа идет здесь тоже кожа кстати стоит стоит такой автомобиль 66 тысяч долларов двери что-то как-то вот так багажное отделение она у нас без электропривода автомобиль получается ну кроссовер минивэн то есть там сидушки есть дальше у него можно достать сидушку отлично 66000 как бы ну не дешево я вам скажу но зато он новый третий ряд сидений в принципе я уже подголовник и у нас тоже выезжают в принципе я уже отсюда вижу то что пространство для третьего ряда сидений принципе будет нормально то есть взрослый туда сядет ну и здесь у нас идет ковровое покрытие багажное отделение никакого пластика нету пластик есть у нас только сверху он вот так же смотрите запаски на автомобиле не туда идет как наподобие у нас японский ремкомплект ну это на не знаю японский не японский то что же идет насос идет жидкость если колесо пробили жидкость залили а он 4 воды или передний привод нет давайте посмотрим так автомобиль идет 4 воды до полный привод вот такой автомобиль за 66 тысяч долларов ну и посмотрим еще один автомобиль да только это уже идет седан кожи марки винфаст но роскошный конечно роскошного то ли я не знаю как они будут себя вести в эксплуатации как они по обслуживанию но со стороны поверьте он смотрится просто достойный шикарный вот видите да как подсвечивается ребят ну реально просто огонь вижу камера так вот это получается туманочки сонарчики установлены родное лобовое стекло сын и michelin новая резина новые литые диски посмотрите суппорта до колодочки здесь все реально просто просто блестит кстати вот это вот что вот этот автомобиль что он тот автомобиль это первое автомобиль и который я увидел на автомате дверная карта тоже вот здесь идет кожа такая коричневая сиденья идут на электроприводе ковриков у них почему-то в салоне нету рб здесь тоже идет по мягкий пластик тоже идет очень большая магнитола закрываем второй ряд сидений сзади тоже прикуриватель 2 usb входа ну не знаю что это такое обдув на задних пассажиров здесь идет у нас подлокотник без кондиционеров здесь ездить просто нереально поэтому естественно все автомобили все автомобили снабжены кондиционерами кнопочку нажал багажник открылся объем багажного отделения кстати вот они коврики лежат но он знаете он не то что как бы широкий да он именно вот туда вот идет продолговатый электропривода здесь нету просто закрываем тогда закрыли здесь у нас тоже подсветочка вот такая вот диодная идет смотрится просто ну блин нереально круто смотрится сейчас мы посмотрим страны водителя без ключевой доступ здесь у нас все загорается все светится все просто нереально круто также управление магнитолой управление меню сама магнитола очень большая как то знаете все все по стандартному так не помню называл называл этот по моему не сказали 60 64 тысячи долларов он стоит вот такие вот шикарный замечательно автомобиль сейчас попытаемся узнать кто их производит ну и получается по производству как сказали мне менеджер до автомобиля производится во вьетнаме но это ребят что касается именно вот этого и марки автомобиля винт пас да так тоже с людьми общались есть японские автомобили ну как то есть они приходят запчасти собираются они во вьетнаме комплектующие идут японским тут тоже как вы знаете не особо понять как кстати что касается нового года да у них везде елочки везде там у снегурочек не знаю не видел где есть деда мороза они везде здесь сигналят прям были но без сигнала не просто реально просто едем он по моему это иного едет до тойота и но вот очень много такого плана такси вон зеленое такси поехала именно именно минивэнов вот ребят смотрите сидит японец сидит японец сидит сидит вьетнамец и это сотрудник полиции то есть он будет вот новые машины mitsubishi expander сейчас попытаемся найти такой автомобиль посмотреть опять же что касается правил дорожного движения со слов там видов да они есть они есть но никто их не соблюдает и как нам сказали если бы были правила как в россии если бы они ездили по правилам то блин тут уже набились бы они вот идем идем по дороге опять же что касается смертности да у них то основная масса людей которые умирают которые погибают это вот за счет так не сбил меня за счет байков потому что ну много аварий по моему вот не буду я врать буду я врать но по смертности на весь вьетнам по моему 200 человек в сутки по моему по моему да все таки 200 как нам сказали гиды ну как я говорил очень много кафе очень много ресторанов ценники везде разные то есть первая линия это естественно дороже чем сдача чем тем идет дешевле вот пожалуйста примеру до них салата и цветов банана свинины приветок сто десять тысяч хлеб чесноком маслом 70 тысяч ну естественно ценятся здесь морепродукт да потому что их здесь просто нереально много здесь чего только нету то есть и устрицы и амары и кальмары и рыбы акул не по моему нету да но они где-то их вылавливают где-то их вылавливают привозят то есть можно даже приготовить акулу далее значит что касается опять же морепродуктов да ты приходишь так называемый ресторан и они все это все это могут приготовить при тебе ну к ресторанам рестораном мы еще наверное вернемся расскажу как нас пытались там наколоть на целый миллион вот допустим видите там ракет какие-то крабы все это свежее все это живое вон тоже какие-то крабу но это такое-то маленький ресторанчик надо будет зайти куда и где для этого всего очень много и показать но опять же здесь цена она не указан пойдемте поищем две сцены что касается цены в магазинах да вот допустим а справиться стоит 13000 школа 13000 энергетик стоит 48000 что тут еще есть йогурты какие-то 25000 пиво стоит у них пиво распространенное это сайгон 10000 вот смотрите не знаю почему вот это пиво в бутылке она стоит 10000 она 05 до 033 она стоит 12000 которая именно в стеклянной банки да очень много у них жемчуга там всяких украшений но покупать как сказали здесь это но лучше покупать специализированных магазинах кофе 3 в одном стоит 75000 это получается идет за за целую коробку что тут еще есть интересного не знаю что еще есть интересного вот какой-то сироп или что тут джим какой-то 29000 стоит магазинов тоже много вот нам советовали супермаркеты которые находятся черте города черте города да но далеко мы туда поехали да цена там действительно она идет идет намного дешевле всем здесь но опять же еще раз повторяю вот это первая линия сейчас посмотрим сколько стоит кокосов это чё смотреть я знаю они стоят 20 до 20000 стоят вечера цена у них немного поднимается где 25 где 30 тысяч хотя на рынке можно купить кокосы и за 10 тысяч вот опять же да вот давайте перейдем дорогу вот я иду я ему руку вот так сделал вроде как он меня должен увидеть нам сегодня просто ведет с вами участие перехода дорог потому что как-то не особо много видимо у них обед кстати что касается обеда до рабочий день у них начинается по моему с пол восьмого утра также дети у них начинается целый день но что у детей что у взрослых есть перерыв два часа пол по-моему с пол двенадцатого до пол второго то есть они забирают ну естественно они едут на обед они забирают детей из школы везут их домой дома они кушать не знаю может дома может где-то в кафе потому что основном пойдемте наверное куда-нибудь на красоту да опять же как мы сказали основная масса вьетнамцев они питаются именно вот в своих своих кафешках далее что касается детей что касается образования то есть есть два типа садиков первый садик это ясли 2 2 садик это ну грубо говоря там средняя подготовительная группа да что касается школы так вот вьетнамцы в среднем они учатся всего лишь 5-6 классов почему потому что да там 3 или 4 класса у них это идет бесплатно а потом он потом у них идет платное образование ну как они это называют это идет как бы доплата государству и вот смотришь на города город курортный то есть машины там мотоциклы красота такая на улице но тем не менее вьетнамцы народ бедный из богатый это хорошо зарабатывают это учителя полиция ну естественно кто держит там всякие кафе рестораны наподобие такого остальная остальная часть вьетнамцев зарабатывает очень мало вот мы брали в аренду катер катера он с нас взял миллион да ну это где-то сколько там 2 700 ладно неважно сколько он он с нас взял я вот попытался с ним пообщаться я говорю сколько ты зарабатываешь он говорит я зарабатываю 5 миллионов в месяц так вот я к чему это все виду вот ребенок начальную школу он закончил переходом в 5 6 класс денег у людей нету и все дети просто по не просто просто идут работать но у них есть такая система чтобы она мотивировала детей учиться да то есть дети сами они хотят учиться то есть грубо говоря если ты окончил там не знаю четвертом полугодия год на одни пятерки то тебе идет какая-то скидка и они они учатся за счет этого хорошо когда мы сюда ехали нас напугали то что вот носите сумки да вот вы идете по со стороны дороги чтобы она была там дорога с левой стороны сумка с правой стороны вьетнам это социалистическая страна да где у них за воровство идет за воровство идет смертная казнь но опять же это было просто гид с которой мы приехали приехали мы с компании anix tour она называется когда уже мы пообщались видами которые которые живут непосредственно здесь уже там 45 а тут нам и 6 лет то есть они как бы нам рассказали всю правду воровство этого давным-давно нет но тем не менее мы все равно как бы боимся до боимся ходить потому что у нас что-то украдут но хотя такого нет мы даже отдали вещи в стирку вещи в стирку забыли то что там были деньги денег там было 50 тысяч домов они пришли они очень долго долго извинялись я сейчас пошел покупать флешку на эту камеру ну и как бы сумме там бумажкой вы книг еще до конца не привык так вот за флешку он попросил попросил 200000 я ему вместо 200000 дал получается 240 тысяч так он меня догнал он отдал мне эти деньги вот так вот они живут кстати у них по всему городу расположены камеры везде и здесь и на деревьях и вот ездили на какие-то экскурсии абсолютно везде очень много вот вдоль пляжа туалетов до основная масса туалетов у них идут бесплатные ну вот наверное началось да сейчас дорогу не перейду а нет вон какой-то есть промежуток небольшой вот не поверите очень страшно прям реально страшно переходить дорогу я вам вечером покажу когда ну когда реально прям все идут с работы домой что у них творится кстати кстати пробок здесь практически нет и мы один единственный раз попали в пробку это было пару дней назад вот на центральной улице мы ехали с какой-то экскурсии перекрыли центральную улицу поэтому ехали ну как-то вот там по 2 по 3 улице до простояли в пробочке 40 минут даже по моему чуть побольше а так пробок у них просто ну реально нету вот но опять же что касается моря да именно вот на первой линии на первом пляже не помню говорила мне говорил со стандаре скинем зимой это у них это в них зима 30 градусов здесь волны вода здесь но я не могу сказать что она прям чистая да но люди здесь купаются такая как бы знаете прохладненько немножко что мне здесь не нравится здесь получается ты заходишь ну как вот видите там прошли буквально там семь-восемь метров уже так и у кого-то уплыли глубоко на море за кристально чистой водой нужно ехать даже взять вот кстати здесь у них много островов там у нас так там у нас юг там у нас север есть северные острова есть южные острова вот вот взять даже вот видите не знаю видно вам не видно остров венкерл это остров развлечений билет туда стоит на одного человека 800 тыс донгов ребят дороговато то получается добраться туда можно двумя способами либо вон она канатная дорога 3 километра сми не изменяет память она либо либо на катере очереди очереди нереально работает этот остров с 8 до 10 вечера но за эти 800 тысяч долго туда приезжаешь у тебя все аттракционы включены там вот на чем хочешь на том и катайся опять же отсюда просматриваться я вижу на камеру гостеринку не видите там песок он реальному просто белая так я думал у меня тапки уплыли он просто там белоснежно он не знаете ну не то что вот как вот вот здесь да а он как мука были вот в твой там северной стороне в северной части там тоже там песочек белоснежно там есть закрытые бухты конец у него ничего там идеально там ровная вода кристальная кристально чистая что касается развлечений очень много в плане экскурсии есть там рыбалки есть снорлинг он у них называется с норме тебя привозят на остров ныряешь там с масками с трубками но опять же там рыба сейчас не увидишь потому что сейчас зима зимний сезон а просто можно посмотреть посмотреть на их не кораллы подводный мир здесь конечно он шикарный шикарный ну как я говорил уже кокосы эти продаются на реально на каждом шагу вот за все время пребывания здесь какой же там сегодня не помню 10 11 день я попробовал один раз мне он ну честно не понравился вообще хотя люди их не знаю скупает скупают пачками кокосы если ты что-то захотел купить на пляже да там отдыхая на лежаке тебе не обязательно идти куда-то на первую линию в магазин ходят основном ходят бабушки продают все там вот сигарет заканчивая там горячей кукурузой креветками там омарами и и так далее все продают но как-то вот на улице что-то покупать не знаю страшно что ли она хотя с другой стороны мы не видим как она готовится все да не при нас в тех же самых тех же самых ресторанах друзья давайте мы наверное поступим с вами так видео получается довольно таки длинная вот если вам понравится первая часть видео то будет обязательно вторая часть там уже покажу конкретно сядем поедем в такси такси сколько она стоит попытаемся все-таки полазить по автомобилям посмотреть оснащение внутри покажу морепродукты ну и самое интересное покажу их не движение покажу их не движение именно когда вот у них идет час пик ну и покажу все покажу поэтому не забываем подписываться на наш канал вот и скоро авторынок зеленый угол 2020